МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Луганском под минометным огнем оказались укрепления силовиков на Возвановке. На Донецком направлении неспокойно было в Авдеевке. Здесь террористы били по силам АТО из Данка. Вооруженные провокации зафиксированы и на шахте Бутовка. Самой сложной остается ситуация на Мариупольском направлении. Мариупольский напрямок. Вчерашний ранок распочался с потужного артиллерийского обстрела Широкиного. Мариупольское направление вчерашнее утро началось с обстрела Широкина. Окупанты вели огонь из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» более часа. При этом было выпущено более 40 снарядов. На участке фронта Гнутова-Широкина противник активно обстреливал украинские позиции из легкого вооружения и минометов. Неспокойно было и в Красногоровке. Тем временем в Гнутово, Донецкой области, в поле подорвался трактор. Водитель получил осколочные ранения и ожоги. Его доставили в больницу Мариуполя. У мужчины медики диагностировали контузию и шок. Произошло это в 11 часов. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции, кинологи, взрывотехники. По предварительным данным, трактор наехал на мину за полтора километра от жилых домов. Техника сгорела полностью. Происшествия квалифицировали как террористический акт. С начала года зафиксировано 3 случая подрывов тракторов на взрывных устройствах. Пострадали 4 человека. По оценкам экспертов, на разминирование территории в зоне АТО на Донбассе потребуется 10-15 лет. Украинцы одобряют возможное присутствие миротворцев на Донбассе. Таковы данные исследования Центра Разумкова. Согласно опросу, идею введения международного миротворческого контингента поддержали более 60% респондентов. Против выступила лишь пятая часть населения. В то же время эксперты утверждают, возможность внедрения такого контингента на востоке страны находится под вопросом. Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая сейчас безоружна, не станет более эффективной, если их обеспечит стрелковым оружием. Это, наоборот, сыграет во вред безопасности наблюдателей. Еще одна опция – миссия ООН. Скажу как человек, который имеет практический опыт участия. Разворачивание такой миссии достаточно проблематично. Вместе с тем, это не значит, что мы не должны отстаивать эту идею в международных организациях. В ЕС призывают все страны оказать содействие расследованию трагедии рейса MH17, а также привлечению виновных к ответственности. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Магерине от имени всего Европейского Союза. В нем, в частности, выражается глубокое сочувствие и уважение ко всем, кто три года назад потерял своих близких. ЕС поддерживает работу Объединенной следственной группы, также приветствует выбор системы правосудия Нидерландов как важный шаг к привлечению к ответу причастных к крушению самолета рейса MH17. За сутки до трагедии рейса MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Донбассом. Об этом сообщает российский Форбс со ссылкой на отчет Совета по безопасности Нидерландов. Запрет был уведен для гражданской авиации на полеты ниже 16 тысяч 150 метров. Эта высота предельно достижимая для ЗРК БУК. Тем временем в Украине действовал запрет на полеты ниже 9754 метров для транзитных гражданских судов над зоной АТО. Российская сторона на вопрос голландских экспертов о конфликте высот двух запретов ничего не ответила. Отмечается, что диспетчер Ростовского зонального центра знал, что при пересечении границы России Боинг вторгнется в запрещенное для гражданских полетов воздушное пространство, однако промолчал. 290 кукол, 298 жизней. В Польское Познане проходит акция памяти жертв катастрофы МЭШ-17. Ее проводит украинская художница Лия Достлиева. С 10 утра она шьет куколки. До полуночи планируют сделать 298 штук. Каждая символизирует погибшего в авиакатастрофе. Акция проходит у фонтана на площади Свободы в день рождения художницы. Боинг-777 был сбит над ее родным городом. Лия Достлиева чувствует особую связь с погибшими. Ненависть, из-за которой они погибли, была направлена на нас, на меня, считает художница. Пассажиров самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, убила та же сила, которая уже три года пытается убить мою страну, написала украинка на своей странице в Фейсбуке. Оккупационная власть вытесняет из Крыма коренное население, а полуостров становится вне правовой территории, где беспрецедентно и систематически нарушаются права человека. Об этом говорится в докладе фонда Бориса Немцова за свободу. В документе указано, после аннексии России в Крыму создаются невыносимые условия для тех, кто сохранил украинское гражданство. Кроме этого, правозащитники и представители СМИ не имеют полноценного доступа на полуостров. По данным общественной организации КрымСОЗ, в 2016 в Крыму было зафиксировано почти 280 случаев грубых нарушений прав человека. Среди них три похищения, 177 задержаний, более 50 обысков. Семь человек отправили на принудительную психиатрическую экспертизу. Против 32 возбуждены уголовные дела. С 2014 в Крыму были похищены или пропали без вести не менее 15 человек. Международные учения СИБРИЗ призваны способствовать стабильности в Черноморском регионе. Об этом заявил Петр Порошенко во время визита в Одесскую область. Совместные учения военно-морских сил Украины и США президент назвал ответом на гибридную войну. За две недели военные обменяются опытом планирования действий по стандартам НАТО. Научить западных коллег смогут и украинцы, ведь у них есть реальный боевой опыт. 10 июля на Черном море начались двухнедельные украинско-американские учения СИБРИЗ-2017. В них принимают участие военнослужащие из 17 стран. В этом году участие украинской стороны значительно увеличилось в планировании действий. И эти общие учения – наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн. Совместная подготовка показывает наше единство и готовность вместе защитить мир и ценности, которые разделяет трансатлантическое сообщество, демократию и свободу, верховенство закона и права человека, территориальную целостность и нерушимость границ. Европейский Союз утвердил временные торговые преференции для Украины. Это позволит увеличить экспорт украинской продукции на европейские рынки, отметили в Совете ЕС. Решение вступит в силу до конца сентября. В течение трех лет будут действовать нулевые таможенные тарифы на некоторые виды агропродукции, в частности на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок. Также частично или полностью будут сняты импортные пошлины на некоторые промышленные товары. Торговые преференции предоставлены Украине в рамках соглашения об ассоциации, где предусмотрено взаимное открытие рынков, товаров и услуг. Украине нужен аэропорт для лоукост-перевозчиков. Такую идею на совещании озвучил Владимир Гройсман. Он предложил превратить аэропорт Гостамель в базовый для лоукостеров. Для этого достаточно года, считает премьер. Он поручил разработать проектную документацию и определить смету. Появление специализированного аэропорта привлечет в Украину ряд лоукост-компаний и будет способствовать развитию бюджетных авиаперевозок, убежден Владимир Гройсман. У нас есть еще один аэропорт, который находится точно на таком же расстоянии от Киева, в 30 километрах, как и Борисполь. Это аэропорт Гостамель. Он может быть аэропортом для лоукост-компаний, перевозчиков с дешевыми авиабилетами. Поэтому я вижу следующее решение. Аэропорты Борисполь и Жуляны временно обеспечивают программы поддержки лоукост-операторов с последующим их переходом в лоукост-аэропорт Гостамель. Это можно сделать в течение года. И стартовали официальные переговоры между Великобританией и ЕС по Брекзиту. В Брюсселе встретились британский министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис и его европейский коллега Мишель Барнье. В первом раунде будут обсуждаться права граждан ЕС в Великобритании и британских граждан в Евросоюзе. Экономические вопросы, а также вопрос по Северной Ирландии. Напомню, на урегулирование условий выхода Британии из ЕС отведено два года. Его дата назначена на 30 марта 2019 года. На этом пока что все. Больше в следующем выпуске. Тогда и увидимся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok